В прямом эфире телеканала Губерния 33 программа без предварительной записи в студии Екатерина Степ. Здравствуйте! Как обычно в это время говорим о том, что волнует жителей региона. В этом году медики отмечают знаменательную дату. 122 года назад немецкий физик Вильгельм Рентген открыл неизвестные на то время науки лучи, которые потом получили его имя. Уже год спустя, в 1896 году в Санкт-Петербурге и в Киеве были проведены первые хирургические операции, в ходе которых применялся новый метод диагностики. И по сей день рентген остается востребованным и точным способом установления или подтверждения диагноза. Поговорим о том, что собой представляет рентгеновский снимок, как он делается и что показывает. С гостем нашей студии, заведующим рентген отделением городской больницы номер 4 Александром Аверьяновым. Александр Павлович, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Дорогие друзья, вы также можете присоединиться к нашей беседе и задать интересующие вас вопросы без предварительной записи. Достаточно позвонить по телефону в студии 32 62 33. Статья Вильгельма Рентгенов, которую он описывал свое открытие, была опубликована в самом начале 1896 года. Тогда же начался настоящий бум на использование необычных лучей. Дошло до того, что предприимчивые люди стали открывать кабинеты, в которых желающие могли сделать фотографии своего скелета. А в одной из американских газет появилась заметка о том, что с помощью X-лучей можно превращать свинец в золото. Александр Павлович, принцип рентгеновского изображения с тех пор остался прежним? Спасибо большое за такой интересный экскурс в историю рентгеновского излучения. Да, действительно, принцип получения рентгеновского изображения во многом остался прежним. И состоит прежде всего из трех основных элементов. Это рентгеновская трубка как основной источник ионизирующего излучения. Это среда, в данном случае исследуемые организмы. И воспринимающий элемент. Это ранее в аналоговых аппаратах была рентгеновская пленка. В настоящий момент в современных цифровых рентгенаппаратах это различного рода детекторы, либо цифровые матрицы. И принцип состоит в неодинаковой поглощающей способности ткани организма рентгеновских лучей, которые, проходя через него, в разной мере ионизируют рентгеновскую пленку, получая сочетание различных теней и просветлений на изображении. Хорошо, принцип работы рентгена теперь понятен. Осталось выяснить, какие системы организма можно исследовать с помощью рентгена. С помощью рентгена мы можем использовать любые системы, органы, ткани организма. Но всё-таки более информативно это плотные структуры, костные прежде всего. Либо при помощи специальных рентгеноконтрастных веществ мы можем исследовать и мягкие ткани, то есть отжелудочно-кишечный тракт и различные органы брюшной полости. Александр Павлович, давайте поймём, с чем чаще всего обращаются к вам жители нашего города ваше отделение городской больницы номер 4. Ну, само отделение очень большое и включает в себя как поликлиническое звено, естественно, со всем спектром заболеваний и систем организма. И стационарное звено – это уже формат нашего сосудистого центра, прежде всего заболевания сосудов и сердечно-сосудистая система. То есть лидирующее положение занимает исследование органов грудной клетки, это лёгкие сердца, кроме того, опорно-двигательный аппарат, подкосно-суставная система и прочие органы системы организма. А если обширно смотреть на рентген-исследования, какие вообще виды существуют рентген-исследований? Этих видов в настоящий момент в связи с развитием медицины стало довольно много. Самое основное – это рентгенография, когда изображение мы получаем на рентгеновской плёнке, то есть непосредственно той плёнки, на которой ещё Вильгельм рентген получил первое изображение кисти. Эта рентгеноскопия – уже более современный метод исследования, где мы в режиме реального времени можем видеть тот или иной орган, его смещаемость, подвижность, прохождение по нему контраста, функциональную активность, движение, ну и все иные его особенности. Это флюорография – самый распространённый массовый скрининговый метод обследования, когда изображение получается путём фотографирования светящегося экрана, изображение на нём. Это исследование матки и протоков, и манчных труб, то есть метросальпингография, исследование желудочно-кишечного тракта, иригоскопия, гастроскопия. Это исследование уже более прицельное, то есть томографические исследования являются следующим методом рентгенодиагностики, либо классическая линейная томография, либо уже компьютерная томография, где при помощи цифровых методов обработки рентгенского изображения мы получаем трёхмерную модель того или иного органа, либо системы органов уже, которую можем использовать в диагностике. То есть компьютерная томография – это такой а-ля 3D УЗИ, что сейчас очень популярно, ну, можно так сказать, если я правильно понимаю. Да, в широком смысле этого слова действительно так, но он раскрывает гораздо больший спектр заболеваний, поскольку здесь мы можем использовать и введение контрастных веществ, смотреть, то есть в общем, не в каком-то срезе, как делает УЗИ-А в трёхмерной модели. Хорошо. Александр Павлович, а в каких случаях вообще назначают рентген исследования? Рентген исследования назначается, безусловно, по строгим показаниям, поскольку это исследование обусловлено облучением человека, и оно должно быть строго обосновано. Чаще всего это воспалительные заболевания органов грудной клетки, это травма, здесь нет равных в диагностике рентгену, это различные функциональные заболевания органов и систем организма, то есть спектр очень широк. Вы предупредили мой вопрос об опасности этой процедуры, сказали о том, что есть излучение, когда мы делаем рентген. Чем опасно это излучение для пациента? Это облучение действительно может быть опасно при неправильном его использовании, либо при избыточном его использовании, поскольку доказано уже тератогенное влияние ионизирующего излучения, то есть способность вызывать злокачественные заболевания у организма. И этим, безусловно, обуславливается и весь риск его использования. Но всегда доктор, либо консультант, либо рентгенолог руководствуется тем, чтобы риск использования рентгенского исследования был ниже риска самого заболевания. То есть его бояться не надо, надо бояться тех последствий, которые могут возникнуть, если мы не применим этот метод исследования. Ну вот а для того, чтобы минимизировать воздействие этого самого излучения, что нужно делать до и после рентген-исследования самому пациенту? Или его безопасность ложится на плечи его лечащего врача? Нет, конечно, это совместная работа и пациента, и доктора. На своём уровне пациент должен, безусловно, соблюдать определённые правила. Это правила подготовки к исследованию. То есть непосредственно, если исследование требует этой подготовки, он должен её выполнить с максимальной тщательностью для себя, дабы не последовало какое-то дополнительное, либо повторное обследование его, которое увеличит его лучевую нагрузку. Кроме того, он должен соблюдать красность и чистоту использования и применения профилактических осмотров. Со стороны рентген-лаборанта и врача-рентгенолога, безусловно, происходит самая основная работа по уменьшению лучевой нагрузки. Это, прежде всего, выбор оптимального режима съёмки фокусного расстояния рентгеновской трубки. Это экранирование всех неисследуемых участков тела человека от рентгеновских лучей. Это контроль за обоснованностью направительного диагноза. А вот эти самые огромные тяжёлые пластины, которые, не знаю, используются ли они уже сейчас, но, наверное, года два назад я делала рентген, и эти самые тяжёлые металлические пластины применялись. То есть они тоже служат таким неким щитом, который нас могут обезопасить от этого самого излучения. Да, действительно, это ранее использовались свинцовые пластины, свинцовые фартуки, потому что свинец не пропускает рентгеновское излучение через себя. В настоящий момент, конечно, используются уже более современные средства защиты. Они облегчены, в них непосредственно нет самого свинца, поскольку он вреден для организма, его пары, частицы – это такая просвинцованная резина, которая с той же защищающей способностью оберегает наш организм. Хорошо. Дорогие друзья, я напоминаю, что программа без предварительной записи идёт в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях заведующий рентген отделением клинической больницы номер 4 города Владимир. Свои вопросы вы можете задать по телефону 32-62-33. Возвращаемся к нашей беседе. Александр Павлович, какая нужна подготовка от пациента, когда он приходит на рентген-исследование? Может быть, это соблюдение какой-то диеты, определённая одежда должна быть? Что это? Какие правила? В большинстве случаев от пациента с какой-то специальной подготовки не требуется. Всё. Здесь ему помогут именно рентген-лаборанты, то есть удалить все металлические предметы обследуемой области, если необходимо будет раздеться, то есть снять одежду. Если же исследование подразумевает подготовку, в частности, это желудочно-кишечный тракт, то тут, конечно, придётся соблюдать определённые диеты, исключающие газообразование. Возможно даже сделать клизмы, либо принять слабительные препараты, чтобы исследование прошло с максимальной точностью. Обычно пациент вот эти все рекомендации узнаёт до процедуры от врача? То есть он уже подготовленный должен прийти? Да. Безусловно. Либо если это исследование сложное, то есть кишечника, либо желудка, то, как правило, они консультируются ещё и непосредственно у нас в отделении. Если говорить об эффективности этого вида исследований, насколько рентген эффективен при выявлении заболеваний внутренних органов? Для диагностики внутренних органов рентген может быть эффективен, прежде всего для диагностики, ещё раз, по желудочно-кишечному тракту. Здесь мы видим саму стенку органа, то есть прорастание, либо наличие тех или иных новообразований в ней. Что касается именно функционального состояния внутренних органов, здесь идёт уже наша совместная работа с врачами УЗИ-диагностики, с клиницистами, либо требующие подключения уже высокотехнологичных методов исследования, таких как ангиография, либо компьютерная томография. Александр Павлович, как Вы уже говорили ранее, порой при рентген-исследованиях применяются рентгеноконтрастные вещества. Что это вообще такое? Поясните, и для чего они используются? Рентгеноконтрастные вещества – это те вещества, которые обладают очень высокой поглощающей способностью рентгеновского излучения. То есть они очень хорошо видны на рентгеновских снимках. И применяются в исследовании мягких тканей, либо мягких органов. Ну это прежде всего, опять же, либо почки мочеводящей пути, либо желудочно-кишечный тракт. Они, выполняя изнутри этот орган, создают нам его как картину. То есть мы видим его непосредственно как в статическом изображении, так и при рентгеноскопии в динамическом. То есть всю его функцию мы можем отследить и оценить. Одновременно в течение этого исследования мы можем очень точно локализовать то заболевание, если оно выявлено, и поставить правильное заключение. А преимущественно к пациенту вот это рентгеноконтрастные вещества, они как используются? То есть это в виде там геля, нет? Это какое-то вещество конкретное физическое? Они могут быть действительно в разном виде. Чаще всего используются это солибари, либо это йодсодержащие препараты. Йодсодержащие препараты, как правило, выводятся внутривенно и используются в ангиографии и в исследовании мочеводящих путей. То есть тут непосредственно внутривенным введением. Для исследования желудочно-кишечного тракта это чаще всего используется солибари, сосульфатбари, который при исследовании желудка выпивается человеком в виде суспензии, либо при исследовании кишечника вводится ретроградно непосредственно в кишечник. Хорошо, теперь всё понятно. Александр Павлович, продолжим беседу. Сначала примем звонок от нашего телезрителя по телефону 32-62-33. Вы в прямом эфире говорите. Добрый день. В интернете нашла информацию, что доза облучения на аппарате на варент ниже, чем на традиционных. Как узнать, с какой аппаратурой работают наши клиницы? И могут ли такую информацию предоставить в регистраторе? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, большое спасибо. Действительно, каждый аппарат имеет различную дозу облучения при исследовании, опять же, различных органов и систем. Эта информация есть как в регистратуре, так и непосредственно у врачей рентген-отделения каждой больницы. Если стоит вопрос, какой ему аппарат отдать предпочтение, и если это возможно, то, конечно, цифровые аппараты в значительной мере снижают лучевую нагрузку на пациента, но это где-то от 40 до 60 процентов, нежели на аналоговых плёночных аппаратах. Ну, уже современная жизнь, 21 век, наверняка уже во многих больницах больше используется цифровое оборудование. Да, действительно, цифровая аппаратура замещает аналоговые. В данном случае у нас в учреждении полностью все аппараты цифровые, обладающие низкой лучевой нагрузкой на пациента и дающие очень высокую степень диагностики, точности. То есть, в общем-то, пациентам Владимирской 4-й больницы особо переживать незачем. Не приходится, да. Замечательно. Очередной звонок по телефону 32-62-33. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я достаточно точная женщина, а в ближайшее время мне необходимо пройти исследование внутренних органов. Вот поэтому интересует такой вопрос. Влияет ли вес на получение излучения от рентгена? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Сам вес и, прежде всего, что важно для рентген-аппарата, объём пациента, безусловно, влияет на само исследование. Но возможность аппаратуры представляет собой очень широкий диапазон исследований и доз облучения режимов съёмки. То есть, во всех разумных пределах мы можем обследовать, сохраняя точность диагностики. Это как от младенцев до довольно крупных пациентов. Ну, а та разница в излучении, которое получит тучный человек, и худощавый, она высока, в принципе? Она не столь высока. То есть, она в любом случае не выйдет за пределы годовой дозы облучения. То есть, это невозможно у современных аппаратов, ещё раз повторюсь. Хорошо. Александр Павлович, как часто можно делать вообще рентген-исследования, начиная с какого возраста? Отвечая на этот вопрос, ну, надо сразу разграничить особенности рентген. То есть, мы, рентген-диагностика, она носит в себе либо профилактический характер, либо диагностический. Если мы говорим о диагностике именно заболеваний, то здесь, безусловно, какой-то строгих указаний к кратности, количеству и объёмам исследований нет. Поскольку мы должны выявить то заболевание, это может быть как острое состояние, либо диагностический пациент. Вот. А тут мы руководствуем именно рисками заболевания для пациента. Если это профилактическое исследование, то оно, безусловно, должно выполняться по определённым нормам для органов грудной клетки. Флюорография выполняется с 14 лет один раз в год. Второй метод профилактического исследования – это маммография, исследование молочной железы. У женщин он выполняется с 40 лет один раз в два года для выявления ранних стадий тех или иных изменений. Хорошо. Александр Павлович, существуют ли какие-то противопоказания к этой процедуре? Кто не может проходить рентген-исследование? Или такого нет ограничений? Как правило, такого ограничения нет. Единственное, что является ограничением, либо относительным противопоказанием к этому исследованию, это является беременность. То есть, тут должны быть крайне жёсткие показания, и, как правило, всё-таки рентген не используется у беременных женщин, поскольку он может оказать действительно очень яркое и негативное действие на развивающийся плод. Единственным исключением являются исследования зубов у беременных. Но, тем не менее, если без этого обойтись можно, либо это запланировать до наступления беременности, лучше это сделать до беременности. А если всё-таки так случилось, что женщина, не зная ещё о своей беременности, прошла рентген-исследование, как это самоизлучение может повлиять на будущего ребёнка? В этом случае, конечно, рентгенское излучение будет иметь негативный характер воздействия на плода, но в любом случае поддаваться панике не следует, поскольку это всего лишь риски развития тех или иных изменений. Но в любом случае лаборанты отделения, безусловно, спрашивают всегда у женщин репродуктивного возраста, не подозревают ли они у себя беременность. Особенно если происходит съёмка области малого таза, то именно это исследование рекомендуется делать в первую половину цикла, когда эта вероятность минимальна. Хорошо. Александр Павлович, говорили о противопоказаниях, а может ли рентген вызвать какие-то аллергические реакции у человека? Сам по себе рентген, рентгеновское излучение не может вызывать никаких реакций со стороны организма, то есть мы его не видим, не слышим, не чувствуем. Он проходит сквозь наше тело. Возможно, аллергические реакции только на рентген-контрастные вещества. Вот это либо солибарий, либо её содержащие препараты. Но, безусловно, опять же, при назначении этого исследования все эти вопросы оговаривают с пациентом, оформляется информированное согласие, в котором всё это подробно разъясняется ему. А вообще, как проходит процедура рентген-диагностики? Обычный пациент, у него есть какое-то определённое положение, то есть он находит там лёжа, стоя, сидя. Как вся эта процедура строится? Действительно, исследование может производиться в различных положениях пациента. Всего укладок для исследований более тысячи, но чаще всего это положение либо стоя, либо лёжа. И уже различные, так скажем, изменения положения конечностей и частей тела организма. Как правило, при исследовании органов грудной клетки пациента просят раздеться выше пояса и удалить с области грудной клетки металлические предметы, поскольку они будут создавать тени на рентгеновском снимке. Далее, уже если мы исследуем конечности сустава, вот опять, современные аппараты требуют иногда удаления даже, например, одежды, например, штанов или что-то, то есть поскольку точность их настолько велика, что даже хлопчатобумажные либо синтетические ткани создают дополнительные тени на изображение. Александр Павлович, ещё такой вопрос, может ли рентген-исследование быть ошибочным или искажённым? Или оно всё время стопроцентное? Само по себе исследование, безусловно, ошибок. Результат его, он может быть искажённым. Ошибочным он быть не может, поскольку это реальное изображение состояния организма в данный момент. Именно искажённым может быть со стороны, в связи с недостаточной либо подготовкой пациента к данному обследованию, либо с сложностями укладки. Бывает вынужденное положение какое-то, нестандартные укладки у пожилых пациентов, у пациентов с какими-то ограничениями, движениями. Это действительно несколько искажает изображение само. Но, как правильно, коллегиально уже с докторами-клиницистами, используя дополнительные методы обследования, всё-таки заключение можно поставить абсолютно верное. А искажение такого плана в одной поликлинике один результат, во второй поликлинике другой результат? С чем такое может быть связано? Ну, это, честно говоря, вопрос очень интересный, потому что рентген является оператором независимым методом. То есть тут пациент, кроме своего заключения, получает ещё и рентгеновский снимок. И консультируя его, опять же, у разных докторов, он может и должен получить всё-таки один результат, одно заключение. Получая разные заключения из разных больниц, ну, честно говоря, даже сложно ответить на этот вопрос, почему такое возможно, поскольку всё-таки это оператор-независимый метод. Просто мне казалось, что если такая ситуация возникает, то вероятнее всего это либо дело в технике, которая есть в той или иной клинике, ну, какая-то из них явно работает не на всю мощность, либо в профессионале, в враче, докторе, который делает определенное исследование. Я понял ваш вопрос. Да, действительно, здесь что кроется? То есть каждое изображение органа, оно в рентгеновском излучении может содержать очень сходную картину при разных заболеваниях. и определенной проекции. Часто так бывает, что не всегда либо пациент соглашается, либо достаточно клинических данных, либо самой стадийности развития заболевания для составления обоснованного обследования, то есть в трёх проекциях, в более проекциях. Поэтому, конечно, с учётом динамики заболевания, они могут отличаться, эти заключения. Ну и, конечно, аппаратура тоже играет большую роль, поскольку аналоговые аппараты всё-таки дают меньшую информативность снимка, нежели цифровые. 32-62-33, телефон прямого эфира. К нам вступил очередной звонок от нашего телезрителя. Алло, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, меня зовут Светлана, вот уже 5-6 лет страдаю мигренью. У меня вопрос, значит, такой. Может ли рентгеновское исследование пагубно повлиять на моё здоровье? Спасибо большое за вопрос. В данном случае мигрень является функциональным расстройством нервной системы, и рентген никак не может повлиять на изменение вашего состояния. То есть не хуже, не лучше, а пациентки не станут? Да, да. Прекрасно. Александр Павлович, обращаясь в государственную или в частную клинику, на что должен обратить внимание пациент в первую очередь? На оснащённость рентгенотделения, на его медперсонал? На что важно обратить внимание? Ну, прежде всего, конечно, стоит обратить на оснащённость. То есть это наличие в нём полного спектра рентгенской аппаратуры, чтобы при возникновении потребности, не выходя из кабинета, пациенту могли быть выполнены как рентгенография, так и рентгеноскопия, линейной томографии, поскольку, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, при состыковке этих исследований с разных аппаратов возможны небольшие расхождения. И, безусловно, роль персонала, безусловно, важна. Но в городе Владимир, Владимирской области специалисты являются высококвалифицированными докторами, которые могут в полной мере описать рентгеновское исследование. То есть в персонале дефицита нет в городе нашем? Именно в рентгенотделении? Небольшой дефицит есть, но он поступает ежегодно вливание из студентов, то есть тех врачей, которые закончили институты. Если мы говорим о технике, об аппаратах, которые используются в рентгенотделениях вообще в больницах области, пациент где может узнать о том, какие аппараты используются в том или ином рентгенотделении? Это нужно обратиться в саму больницу? Может быть, на сайте это общедоступная информация есть? Как об этом узнать? Эта информация есть, как и в самом учреждении, то есть в регистратуре. Позвонив в регистратуру, это всё можно уточнить так, и на большинстве сайтов медучреждений вся эта информация имеется. Хорошо. Александр Павлович, кому Вы, как специалист, рекомендуете регулярно делать рентгеноследования? Если мы говорим о регулярных рентгеноследованиях, то это, безусловно, профилактические исследования. Они показаны всем, без исключения людям, которые бережно относятся к своему здоровью и профилактируют развитие заболеваний. Ну и в заключение, в завершение нашей темы, не могу не спросить, завтра большинство людей отправятся на крещенские купания. Вы, как врач, доктор, специалист, что можете посоветовать этим смелым людям? Действительно, к этой процедуре оконания надо относиться очень внимательно и с большой осторожностью. Человек должен правильно рассчитать свои силы, силы своего организма, и при наличии даже небольших отклонений от нормы со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны других органов систем, лучше воздержаться от этой процедуры. Кроме того, безусловно, нельзя окунаться в состоянии алкогольного пьянения, использовать алкогольные напитки для согревания после этой процедуры. Лучше всего использовать тёплый чай и, по возможности, очень быстро согреться. И если уже всё-таки вы решили провести эту процедуру, окунуться, то для этого необходимо посещать организованные места, которые специальным образом и подготовлены, и в них присутствуют специалисты, готовые оказать первую помощь в случае какой-то нештатной ситуации. А перед тем, как окунуться в прорубь, не нужно ничего принимать, пить горячий чай для того, чтобы не получить переохлаждение? То есть, после-то понятно, согреться горячим чаем, чаем на травах, а перед? Здоровый организм, никакой подготовки, кроме небольшой физической нагрузки, то есть, элементарно несколько приседаний, махи. То есть, мы должны усилить кровоснабжение, кроме этого ничего не требуется. Но, безусловно, если вы в процессе службы или ожидания вашей очереди перед окунанием чувствуете охлаждение, то, конечно, можно выпить тёплого чая, чтобы подготовить организм и немного успокоиться. Хорошо. Время нашей программы подходит к концу. Александр Павлович, мне остаётся вас только поблагодарить за столь полезную консультацию, а что самое главное, без предварительной записи. А я напоминаю, дорогие друзья, что сегодня на ваши вопросы в программе «Без предварительной записи» отвечал заведующий рентгенотделением городской больницы номер 4 Александр Аверьянов. Выпуск этой программы вы можете найти на сайте trc33.ru в разделе «Без предварительной записи». На этом у меня всё. Увидимся уже совсем скоро. Берегите себя и тех, кого любите.